Здравствуйте. Давайте поговорим. Давайте. О чистоте и по душе. Давайте. Что случилось? Сегодня есть законопроект, который проложила ваша либеральная партия. Кто? Ваша. Ну кто? Ваша подружка Гуцова. Не моя уже. Ну как меня? Вы бриллианты дарили. Она перешла через стенку. Чуть-чуть дальше. Но она отъявила вашу партию, это предлагала. Ну что там? Там говорится о дискредитации русского языка, вытеснении его из всех сфер общественной и политической жизни. Михаил Федорович, честно, Михаил Федорович умер из Брежнева. Он умер? Дон Лугинкл. Дон Лугинкл. Или Михаил? Как хочешь? Михаил Федорович. Как зовут? Меня Игорь. Кто Михаил? Меня Игорь. А у вас Михаил? Михаил. Михаил. Говоришь, что имени хочешь? Господин Михаил. Да. Значит, или Мишель Майкл? Джексон? Нет. Джексон нет. Он не в моем вкусе был. Я понял. Ближе к Джерману. Значит, вот этот законопроект, который был предложен вашей партии, он напоминает то поведение румынской оккупации в Бессараде. Без этого. Почему? Давай я оставил. За призму, кого оккупировал, это другое оставим. Оставим. Игорь, я прошу, давай будем говорить насчет языка. Да. Это поведение от последнего законопроекта. Да. Значит, в последнем законопроекте говорится о вытеснении русского языка из всех сфер общественной политической жизни. Игорь, мы на коминге говорим? На русском. Так кто его вытесняет? А-а-а. Господин Михайлович, если сегодня вы говорите на улице... Слушай меня. Вот вы поедете в Москву. Слушай меня. На румынском. С кем? С кем? С Бессерской? Этот вопрос должен был задать я тебе, а ты задал мне. Я опередил. Минус. Да. Дай тебе минус. Я не на департс. Слушай меня, слушайте меня, пожалуйста, все. Да. Вы знаете, что я основатель Народного фронта? Знаем, знаем. Возьмите, пожалуйста. Так давайте вспомним, кто после, то есть, после 90-го года, кто подготовил и принял законы у нас меньшинств, дал право русским, болгарам, гагавузам, евреям, всем, которые проживают, иметь свою газету, иметь свою церковь, говорить на языке, на котором хочет, пожалуйста. Это неправда. В Гагагузии могут говорить на своем. Это неправда. В Тараклии говорят на болгарском. Господин Михайлович, я за правду, за справедливость. Нет, слушай меня дальше. Но это неправда, говорю. Сегодня я говорю вам честно, что русский язык, он функционирует наравне с румынским, хотя он и не государственный. Я дома смотрю, мне говорят, что я фашист, я друг России. Мы написали в газете. Но многие так говорят. А я самый лучший друг в России, чтобы ты знал. Я читаю русские книги, я смотрю дома русские каналы, потому что я все смотрю и читаю все, что интересно. И зависит, на каком языке написано или на каком языке говорит. Я говорю Нарышкину, вы считаете меня врагом из Саакашвили, русского народа. А я Саакашвили говорю на русском языке, хотя мы могли говорить через переводчик. Русский язык не виноват, политики виноваты. Так что я не имею ничего против русского языка, против русского народа. Я против той политики, которая не хотят, чтобы мы смогли говорить свой язык дома, чтобы я танцевал свои танцы, чтобы я носил и все, как я, обручальное кольцо на левое, поскольку это еще отдакал, а не на правое, как у вас и славян. Давайте будем уважать друг друга, вашу культуру, нашу культуру, ваш язык, наш язык. Договорились. И все будет хорошо. Можно я скажу тебе? Давай, Игорь. Да, вы что, демократично, вы сказали либералы. Я послушал. Давай, Игорь. А вечером пригласи меня на дискотеку. Я не танцую. Ну я танцую, зато не беспокойся. У нас молодежь читает, смотрит интернет, новости. Молодежь должна и танцевать. Ну, а я работаю. Сейчас такая ситуация в стране. Вы знаете дискотеку или против дискотеки? Не хотите? За русский язык. За русский язык государственный. Русский язык никогда не умрет. Ему говорят сотни миллионов. Ложите, я скажу. Давай, Игорь. Давай. Демократично, Игорь. Давай. Значит, во-первых, приходи в либеральную партию лучше. Она развалится, если я продюс. Кто тебе сказал? Либеральной партии, я заявляю вам, не будет, если я туда скуплю. Она развалится. Видишь, сколько хотя развалить и никому не удается. Семь депутатов из 12 вышли. Они пшшш. Вот это пшшш. Она предложила законопроект. Да. Михаил Федорович, господин Михай. Значит, я согласен за ваш язык. Вы знаете, вот самое страшное, что я согласен. Вот у вас 10% между собой на рог. Михай и на рог. Михай и на рог. Игорь Викторович, добрый день. Виктор, привет. Не Виктор, я Викторович. Виктор Викторович. Нет, Игорь Викторович. Игорь Викторович. Здоров. Нет. Значит, Михаил Федорович, господин Михай. Давай, Виктор Викторович. Значит, самое интересное то, что мы же не против, чтобы вы говорили на румынском. Это даже язык национальных меньшинств Нодова. Кто сказал? Я говорю. Дослушайте меня, пожалуйста. Ну, дослушайте меня, пожалуйста, ну. Ну, опять, никого демократа, мы либералы. Ну, дослушайте меня. Послушаем меня. Да нет. Ну, ты же говоришь за... Я слушал вас 10 минут. Как это румынский язык нас меньшинств? А какой это язык? А на каком языке говорят в Кимишаре? На каком языке? Какая разница от Кимишаря в Кишиневе между... Как называется это по-румынски? Это рубашка. По-румынски как называется? А если вы будете знать как рубашка? Это по всей Евразии вы сможете... Кимишарь как называется? В чем он одет? Кимишарь как называется? А на румынском ромашке? Только 2% населения. А от Кишинева как ромашек? Вы слушайте. Это недемократично. Игорь Викторович. Вот смотрите, сколько людей стоит. Вот сколько людей стоит. Ну, да. Вот вы навязываете свое мнение большинству. Тебе не стыдно, чтобы ты мне говорил, как называется мой язык? Я же не говорю, что твой язык Новогородский. Или Псковский. Господин Михайлович, ваш язык может быть и китайский. Есть Псковский, есть Пельский, но и русский народ, и русский язык. Как и у нас... Мама драга, господин Михайлович. Хай румневский. Послушайте меня. Значит, еще раз я вам скажу. Да. Ваш язык называется румынский. Лично вас, ваш, Басевский и так далее, и так далее. У вас 2% в Молдавии. Не понял. Разрешите гражданам нашей страны выбирать язык самим. Кто тебе правит русскому вмешаться, когда называется язык Молдовы. Ты гражданин, но ты русский. Я родился здесь. Я же тебе не говорю, что твой язык называется новгородский, понимаешь? У меня 2 языка. Я признаю русский. Молдавский и русский. Игорь Викторович, не проси вас сказать, что тебе, как называется мой язык, молдавский и румынский. Я не вам об этом говорю. Вы же румын. Вообще народу нельзя сказать, что вы румын. Кто? Вы. Конечно. Да. А я русский. Молдава, не Румыния. Нет. Есть молдаванец здесь? Нет. Молдава. Нет. Молдава. 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 Молдава, есть Молдава. А я язык румынский. Правильно это все говорите. Да, Бобов. Все. Молдавский государственный. Молдавский государственный. Французский в Франции, английский в Англии, а у нас румынский язык. Оставьте Молдову. Я вас прошу. Молдова моя, не твоя. А как сказал Штефан Джалмарий? Нибер. Штефан Джалмарий был молдаванином. Штефан Джалмарий был не русским. Понял? Но не румыном. Знаешь, что сказал Штефан Джалмарий? Он был не румыном. Русский язык! Здравствуйте! Русский язык! Вы поддерживаете предателей? Да. Ну вот такие вот либералы. Не, не либералы. А кто? Есть такие люди. Либо либералы, либо... Вы на День Победы будете праздновать День Великой Победы над фашизмом? Я праздноваю день окончания Второй Мировой войны. Это в сентябре. А 9 мая? В Европе это 8 мая. Я празднуюсь вся Европа. Я празднуюсь освобождение Европы от фашизма, русской армии. Я празднуюсь комиссаром Мировой войны. У нас были граждане, братья, которые были и в румынской, и в советской армии. И братья в румынской армии, которые оккупировали... Два брата были. Один был призван в русской, в советской армии, другой в румынской. Так что они враги, если они два брата. Если их заставили воевать, и румынские солдаты. Почти, давайте насчет русского языка. Сделаем русский... Вот выйдите из закона проекта. Да. О том, чтобы русский язык стал государственным. И я вас уверяю, проблема вся закончится. С Приднестроном все нормально. Россия будет... Приднестровье согласны, честно, русский. Нет, там уже... За Днестром согласны. А там русский. Я хочу, чтобы в Бухаресте был русский. Ты хочешь? Чтобы государство... А знаешь, что сказал в русский? Что он хочет быть ноги в... Какой макия? А кто в Бухаресте хочет? Да нет. Много хочет. Хорошо, хорошо. Ты должен быть честным, садимся, если это так. Значит, послушайте. Мы предлагаем, чтобы... И протестация... Мы предлагаем... Жанна Куцин, он тратен пилите медиа. Мы предлагаем господину Гимку выйти законом, проектом о том, чтобы русский язык стал государственным. Я согласен с Игорем, но в России русский язык стал государственным. Да я в Молдове. Нам нужен в Молдове русский язык. Мы должны быть русским языком. 5-9. Русский язык стал государственным. Игорь, который хочу, чтобы вы говорили на русском языке. Ну, мы с Европой говорили на русском. Я тоже говорю. Отлично. Я в Молдове говорю на... Узаконим это дело. Расскажи Путину, вместо того, чтобы... Расскажи Путину. Я молдаван. Я говорю Молдову. Слушай, Путин должен стараться, чтобы русский язык был рядом с английским во всем мире. А он держит нам территорию, одну треть оккупировал. Зачем ему одну треть? Он больше выиграл, если русский язык будет. Я в Молдове живу в России. Как английский, как французский, как немецкий. И это будет намного больше. Вот это должна быть цель Путина. Они... Цель Путина обсуждается в Кремле. А мы молдаване, мы граждане Молдовы. Давайте здесь разбираться. Подчиняйтесь тогда у меня, если ты молдаванин. Так вам румыны подчиняются. Я начальник, а не Путин. Правильно. Вам румыныны. Это молдаван живет в России. Сколько? Давайте сейчас Россия будет запрещать с ним. Как вас зовут? Дмитрий. Напомню вам, что сказал Путин. Те, которые будут работать в России, должны знать русский язык. Так все зовут? Да. А вы живете здесь, и вы не знаете румызского языка. Вы представляете, если в России будут также запрещать молдаванский язык молдаванам работать... Кто не сказал? Кто не сказал? Хочешь же работать в России, учи русский язык. Правильно. А я говорю, живи в республике Молдава, но знай язык государственного. Хорошо. Молдавский как ты хочешь умыслить? А к чему это ведет? Почему я с тобой говору на русском? Почему только на русском говорю с тобой? Потому что я прошу вас говорить со мной на русском. А сколько больше? Потому что я русский. Отец говорила на русском, о Miller, я на русском. Мои дети на русском. И так делать? Вы не передчергиваете! Русский является языком межнационального общения. Вы румын, и я русский, мы говорим на русском. Вы румын, он болгарин, вы будете говорить на русском. Зined with him на русском. Вы же не будете язык на русском. Я язык междунациональный это между гражданами Молдова, Таджикистана, Узбекистана, То есть вы публично оказываете, как гражданское? Створим на Кремле. Если ты приглашаешь мне Кремль. Уже и у меня нету Кремля. Даешь, Кремль. Я делаю в Кремле. Игорь, дыракокий. Давай, пока. Пока. Русский язык, обдумайте законопроект. Русский язык, государство!